Мы приветствуем всех участников и гостей фестиваля патриотической песни «Битва Хоров». Сегодня нашу встречу и концертную программу мы проводим в рамках акции «Марш Победы» и посвящаем годовщины Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В период той или иной войны в страшной и тяжелой для всех временах человека всегда была песня. Песня и в горе, и в радости. Песня выражает наши чувства, мысли, характеры судьбы. Сегодня на этой сцене вы увидите хоры учебных заведений города. В их исполнении мы услышим песни разных лет о войне и мире. Этот фестиваль мы решили назвать «Битва Хоров». Битва Хоров — это мирная битва, а песни, которые прозвучат на этой сцене, так или иначе связаны с событиями военных лет. Они воспевают честь, доблесть, любовь к родине и к своему ближнему. Однако, любая битва должна заканчиваться чьей-то победой, не так ли? Несомненно, Регина. Да у нас есть один существенный плюс. Во-первых, наша битва мирная, а во-вторых, музыкальная. И тем не менее, коллективы пришли сюда, чтобы сразиться и победить. Тогда нужен кто-то, кто будет решать, кто из них достоин быть победителем. Никита, спешу успокоить и тебя, и участников битвы. У нас все под контролем. Дорогие друзья, позвольте представить вам наши жюри. Руководитель вокального ансамбля детской школы искусств «Сумбель» Фира Тимирбаева. Руководитель народного вокального ансамбля «Сифа Апоян» Альмира Хубатулина. И художественный руководитель Дома культуры имени Мусы Джалиля Олеся Качева. Песни военных лет. От самых первых залпов и выстрелов и до победного майского салюта через всю войну прошагали они в боевом солдатском строю. Для тех, кто прошел и пережил войну, песни эти в стране посыгнули из той незабываемой далекой поры. Сегодня мы вспомним и военные, и послевоенные песни. Ведь каждому из нас дороги эти песни. Они связывают два полюса. Нашу мирную жизнь и то военное время, когда песня была верным товарищем и в бою, и на привале. Песни из репертуара группы «Непоситы» «День без выстрела на земле» Хор учащихся Павлинской средней школы номер один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова